Попытка лылистов нахрапом захватить космодром и использовать его как плацдарм для своей будущей атаки окончилась полным провалом. Теперь они пытаются расчистить территорию и совершить экстренную высадку вдали от вражеских позиций в пустынной местности. Однако у хаоситов тоже проблемы. В ходе ожесточенной битвы пострадали функциональные строения космодрома и они тоже не могут использовать поддержку с воздуха. Находясь в жестких условиях, связанных с ограниченностью времени, ресурсов и маневренности, хаоситы пытаются быстрым ударом выбить противника и не дать ему высадиться. Плейлисты держат зону высадки. Там особо ничего, гетаруины, здесь сброшенный комплекс какой-то. Вот они здесь все стоят. У них три точки. Раз, два, три. Должны их удержать любой ценой, чтобы это релей, на который высаживаются тяжелые транспорты. Пока они подоспели тяжелые транспорты, буквально там несколько танков удалось как-то сбросить с орбиты. Вот, да, даже сбросил. И сейчас хаоситы будут с этой стороны набегать на них. Плейлисты присмотрели какой-то брошенный комплекс и решили, что в случае нападения хаоситов он послужит им неплохим защитным укреплением. Начали там развертывать свою высадку. Уже первые войска спустились, какие-то танки наконец с орбиты прибыли. И то ли им не хватило времени, то ли командующий высадкой был недальновидным парнем. Они не изучили, что это за комплекс. Выскакивают орды хаоса, байки тут выехали, значит... Вы летали просто, не дипстрайкались, да? Вылетели. Демон-принцы там летят крылом. Это формация демон-принцев. Значит, шагалки бегут, еще байки, спавны просто вперед, короче, здесь. Решили центр не напрягать. С этой стороны, значит, нурглов, всяких там зомби и нурглингов, плюс еще бесты или спавны. Спавны. Спавны, спавны. Мотики с магами. И гриндер тоже упал на этот край, где какой-то кусок, особо никого нет, но точка в близости все-таки находится. И гриндер тоже, чтобы уже... Да, да. Гриндер пытался там встать, агрессивно, и мисхапнулся, был наказан. Хаосит опустили на перехват лоялистов самые быстрые их войска. Вот отсыклы орков, спавнов там, летающих демонов, и тут варп, конечно, помог. Дипстрайк там всякий. И вот еще я разрешил шагалочки. Ну, вроде могут как-то быстро бегать, но никаких леталок, а все танки очень медленно двигаются и на следующий ход только выйдут. Но такая волна внушительная вышла, хотя, конечно, ряды лоялистов такие вот стоят таким плотным просто строем. Посмотрим, как получится. Слабенький перехват имперских сил, квадганы и ласка, но результат мощный. Один ДП упал, в одной ранее остался. Второй в двух, но летит. И Кайрос все, молодец, откидал. Фаза стрельбы, хаоса. Значит, варп, штормы, один из три результат. Единственный чувак там, Валерия, прошел ледак на трех кубах, нормально все. Стрельба, скаты, сюда 16 вундов, все-таки вон там. Кайрос, мельтый бам, и из пулемета три шестерки выкинул, конечно, разбил танк. Спауны бегут слабенько как-то очень. Перегрелись, да еще. Да, Сентинели перегрелись здесь. Что, все? Две. А, две. Вот, эти дошли сюда, по скаутам постреляли, они испугались, спустились. По понятным причинам, первая стрельба хаоситов не приносит существенных результатов. Но все равно они выше ожиданий. Кайрос справился просто на отлично с тем танком. Ну, а так хаоситы будут жрать лоялистов в ХТХ. Лоялисты увидели набегающих хаоситов, зашевелились, самолет поднялся, взлетел. Танк поехал назад, застрял в заборе. Второй нормально выехал, значит, стали заводить рептайды. Это рептайд, только он такой лоялистский рептайд теперь, в который залез в прошлый раз, взбелял. Сидит там, пытался завести реактор, не получилось. Бельтайд. Да, бельтайд. И там сюда направляется, терминаторы идут отрядом. Пацаны здесь вспомнили, что они клевые, вернулись назад. К сожалению, я забыл товарища Мика дома, которого в прошлый раз в лес белял. И пришлось отображать подручными средствами. Ну, и мне нравится вот это некрашенное крыло Деввинга. Корве верили держать левую точку. И там такие пацаны стройными рядами стоят. Плэйлисты, орбиталкой, стрельбой, выпилили всех здесь. Одного в одной ране остался. Здесь пару убили, добили принца упавшего. Кайрусу рану повесили, здесь убили одного. Рану еще штуки три навесили. И там бились во второй ковер нурвингов ничего. И одного убили. И в ХТХ терминаторы пришли к рыбам. Четырех убили, рыбы сами никого. Рыбы, конечно, жестко подсокали, но боюсь, что это временная победа. Сейчас туда придут байки. Второй ход хаоса. Орки едут. Едут. Здесь вышли, значит, эпидемиус, плаги, да, плаги. Эти скастовали на себя все, что нужно. Вектор страйк. Что, сняли? Один глянец. Глянец. Вышел здесь гриндер. Еще один, значит, перехват там химер разобрали. Еще тут вышел химер. А, хилл хаунд. Девил дот. Вот. И еще одна. Здесь выехали тоже пацаны. И здесь обнаружили ход хаоситы подземный. И залезли туда кем? Там эти савнами мотоциклисты. На холме когда-то располагался барак, в котором жили рабочие, работавшие в этом комплексе. И из барака шел большой тоннель, где ходил монорельс, прямо до комплекса. Собственно, ни один из командиров чушку не прокинул, не обнаружил этот ход. Но хаоситы оказались достаточно умные. Подъехали, посмотрели. Оказывается, там дыра. И залезли в нее. Стрельба хаоса. Значит, эти постреляли там в чувака. Рану сняли. Этот кастил, что все тесты проходили. Тут умерло поле из нескольких человек. Провел луч, иммобилайз, и там еще рано ему нанес. Эти что сделали? Что не сделали? Эти перегрели. Трех человек. А вот там убили. Стреляли в дом, ничего особо не сделали. Здесь стрельба-стрельба в этого нет. И здесь со всех сняли скаутов. Остался один здесь всего из двух пачек. А что с ЛР? Двух мель не пробили. Не пробили. Считаю, что зря хаоситы разделили силы. Пытаются, так сказать, в клешни взять лоялистов. Но получается и слева так не очень давят. А справа вообще вышли каких-то скаутов гоняют. Я думаю, что танками нужно было поддержать свой левый фланг. Там сделать массированный прорыв. Чтобы лоялисты, у которых не было других вариантов, им нужно было расставиться такой колбасой, чтобы защищать свои точки. И вот грызть эту колбасу с одной стороны. И как бы это двухсмысленно не звучало. Потому что они бы отключили, получается, левый фланг лоялистов. И те бы просто, пока силы дошли, тут бы уже две точки выжили хаоситы напрочь. ХТХ хаоса. В этот бой приехали и байкеры, и принц пришел, и спавны дошли. Терминаторов убрали. Мокрое пятно. Здесь доехали, танк разобрали. Мотоцикл остался, да? Спаун запрыгнул, добежал. Семя атак, вообще ничего. Ничего, семя атак. Лоялистам нужно срочно заняться байкерами. Иначе они наделают им делов на их правом фланге. Лоялисты. Риптайт беляла вперед. Значит, прокачал себе рапид файр. Идут, едут. Эти поднялись наверх. Поднялись наверх. Тут танчики катают. И там идут вперед, как я понимаю. В общем, маневры такие. Узнали, что это за здание. Да. Залезли внутрь и видели, что это разрушенная станция по добыче топлива. И даже где-то резервуары в ней, типа, есть еще. И тут плейлисты поняли, что они сидят в буквальном смысле на бочках с прометеем. Им просто везет, что хаоситы еще ничего не взорвали. Они просто сами не в курсе, что это за предприятие. Плейлисты стреляют. Здесь уничтожили ДП, постреляли отсюда, добили из танка. Этот стрелял в эпидемию, если ничего. Вот, тут тоже собрались как бы не особо, ничего хорошего не сделали. Сняли с этих рану у Лоча. Ой, Кэриса. И плазмы Кэноном. Здесь во второй ковер эти залегли. Откидали второй ковер. Вот здесь разобрали такого. Да, здесь товарищ Рептайт уничтожил Гриндера. И, значит, Ласка. И Ласка отсюда. Встали Хулпойнт и взорвали одного Сентинеля. Этих никого не трогали. Здесь... Сюда две раны. Две раны сюда. Гвардейцы умирают. Гвардейцы умирают. Стрельба в Зомбей. Да как? Кого-то там убили чуть-чуть. А, и Скаут убежал. Скаут убежал. Проблема левого фланга Лайлистов в отсутствии маневренности. Там куча терминаторов, которые медленно шагают и постреливают в Зомби, потому что просто больше не в кого. Конечно, ЛР с терминаторами Волков рванул, но когда он доедет до правого фланга. КТХ фаза. Здесь терминаторы на байке напали. Уничтожили одного. Варбосса стоит с ЧМом. Ничего там у них не происходит. Убили спавна одинокого в одной ране. И белял на рептайде и отпрыгнул. Ход Хаоса. Подошли Нурглиты к Эпидемису поближе. Он уже силу и Тафну дает. Значит, книжка провалилась, да? Да. Книжка провалилась. Кайрос с Вектор Страйком выпилил здесь пацанов. Что? Из люка вдруг выбрались спавны, которые там зашли в хач. Здесь вывалились. Там вышли. Здесь вылезли. Вышли два Лемон Расса. Там двигаются вперед. Мантикор он. А, и Тифус. Где он хотел сесть? Вот здесь. Он здесь хотел сесть. Вошел. И там, видимо, ровно в какой-то шкаф его разрезал по валам. По-моему, правый релей уже полностью в руках Хаоситов. Лейлистам сейчас нужно встать в середине намертво и не дать занять второй релей. Ну и левый фланг. Там терминаторы тоже должны стоять насмерть. Иначе все. Стреба Хаоса. Вначале прогнился. Корн. Сюда шаблончик пошел, сместился. Взорвал нафиг здание, в котором хранилось топливо. Огромный бласт. Взорвал все. Значит, десятые силы AP-1. Человеков покрошило, они в ужасе отступают. Снял хулпоинт, снял хулпоинт меньшим радиусом. Остальных ничего. Из Лазганов там из всего подряд в Рептайде осталось две раны у него. Все, две сняли. Из Мельт сюда только хулпоинт сняли. Все. Здесь одного дожали. Ну ты с бектрострайками, да, мужик? Здесь одного дожали. Ну там, да, там кого-то достреляли по мелочи. Пытались пустеон сломать, не пробили. Не пробили, смелись, да? Да. Термосов покрошили здесь, чуть-чуть гвардов оттуда, танки там. Монтикора почти убило своих плагов, сместилось. Дядя Кхорн, к моему удивлению, оказался умнее всех. Вы верите в это? Взял и взорвал один из резервуаров. Там все к чертовой матери взлетело на воздух. Вообще мысль была в том, что если лоялисты не прокинут на чушку, то типа сами в ловушку в эту попадут. Типа, о, бесплатные укрепления, хоба, там все бах. А если прокинут, то могут заманить туда хаоситов и тоже все это к чертовой матери взорвать. Но в результате на чушку не прокинул никто. Так они и воевали некоторое время. Хаосит изминает правый фланг лоялистов, здесь эпидемиус, плаги. Разорвали, один остался, один остался. Байки, мультичардж в танк, в танк и с этого, техно-жреца. Все в говно, один взорвался в рек, техно-жрец. Здесь танк взорвали какой-то, какой, что это было? Химера, Химера, Химера. Еще тоже Химера, да. Еще Химеру. Сами получили рану 5-й мульти. Потому что у них здесь термосов разорвали, спавны ультрамаринов и байки там в чарджились бедно. А, там с этим самым? Нет, Ярик все противно, он снял бунгу. Похоже, план хаоситов нанести молниеносный удар до того, как основные силы лоялистов высадятся, возымел успех. Лоялистам нужно срочно консолидировать войска и нанести ответный удар. Лоялисты подъехали, высадились, парни здесь возвращаются. Приехали термоса, высадились. Значит, подъехали жопой, высадились, но не залезли. Единичку выкинули. Что? Этот здесь зашел. Эти двигаются термоса вперед. И прыгает тут Биллиал на рептайде. Лоялисты дают залп. Стреляли там бедных пацанов. Испугались, бегут, но на краешке зависли совсем. Что еще интересного? Этот сместился шаблон у него. Настреляли здесь зверей чуть-чуть. Два. Двоих убрали. А где еще настреляли чего? Кайрусу. Кайрусу вонду сняли. Эти залезли. Эти набеги сюда смогли залезть. Ракета промазала по Кайрусу. Бунда пошла... Значит, солгриндера с ласки отсюда. И с ракет еще одна. Глянец, глянец пень. Глянец откуда? Он давно уже. Давно уже откуда. Глянец пень. Отсюда, с этого бэм, ничего интересного на пне. Рассредоточенный огонь, наверное, главная проблема лоялистов. На их правом фланге бедных спейсмаринов рвут в клочья, а на левом они лениво постреливают в так же лениво приближающийся к вражеской территории солгриндера. Ловилисты термосы спавнов вынесли с черджа. Значит, там айронклад сломал. Один взорвал, другой врекнул в сквадроне. Терминаторы на чердже выкинули четыре. Не дошли. И где еще? Эпидемиус, и... Лагиш. Плагбиры разобрали... Ну да, потому что оставалось. А я торопили, стрелял. И здесь убили мага Ярику. И нанесли вунду Ярику. Здесь один умер, и здесь сержант из... Пытался убить орка. Да. Убился об него вообще. И вот пока там дредноут лениво постреливают лаской в солгриндера, здесь настоящие бравые парни, окруженные десятью плагобилерами, такой вперед, за Родину, за Стайной. На плага Сворд. Последний ход в Хаоситов. Эти в Чардж готовятся на термосов. Подошли к точке удерживать ее. Подошли сюда. Значит, эти залетели на второй этаж. Вектор стаек от Кайроса кого-то там унес. Кастовали как-то там туда-сюда. Отменяли Майю на 4+, некоторые. Где тут вы? Вот, негодяй. И там такой фронт заходит на левый фланг. Зомбаки там, ГГшники высадились, подъехали. Страшная тварь. Это реально страшно. Последний отчаянный залп Хаоситов. Здесь все достается. Не развалится ЛР, оторвали Хурикейн Волтер. Последний хулпуайн остался. Там блины туда-сюда от себя падали. Ничего принципиального не сделали. Герой Терминатор словил все, что мог. Пятые мули откидывал как бог. Остался на точке. Ничего не смогли сделать. Культисты достреливают по Терминаторам. Четыре бунды Гриннара, он все откинул. Мне две бунды занесли. То есть тут могили и убили трех Терминаторов, и мне одного. В общем, как-то так. Вот здесь всех вырезали, я понимаю. Вырезали Белиала на Риптайде. Кулаками их, клавсами вернее, топорами. Здесь одного убили. Один остался. Он в ответку донес один. Ясно. Здесь паритет с Яриком. Да, здесь три. Ну, три он из низких. Там кучу Зомбей. Кучу Зомбей термосы нарубили. Здесь там тоже как-то паритетно сыграли. Ну что, Хассеты сделали все от них зависящее. Правый релей захватили полностью. Но вот на центральный смогли только пригнать ногу. И так как лейлисты ходят последними, им нужно сейчас просто ногу выпилить и пригнать туда свою трубцу. Все. Лейлисты последний ход отпора. Значит, один залез, развернулся, подвигался, вылетел самолет. Дредноут там подходит. Скаут вышел. Ловится что-то, не знаю что. Ловится. Вот здесь остатки такие. Отчаянная пальба лейлистов. Пытались убрать нобов с точки. Стреляли, стреляли. В одной ранее и в одной ранее остался босс. Одного убрали. Одного убрали. Кидали. Подошли двое, типа хотят дискорить. Ну посмотрим. Там в Кайресе ничего стреляли. Выпилили кучу здесь эгешников. Паверн Клад там парням чуть-чуть попы подпалил. Ну что, трубца у точки есть, а вот выпилить нобов не получилось. Несмотря на то, что они подсоканные, очень подсоканные, но стоят. ХТХ здесь разобрали кучу терминаторов. Разобрали Лебра, остался Гримар одет. Здесь дредноут умылся нурглингами, эти умылись зомбиами. Время вышло, ходы закончились, а на столе условный паритет. И я принимаю решение спорную точку доиграть. Там стоят два ноба, вернее босс и ноб против двух десантников. Да, конечно, не в пользу десантников расклад. Но, тем не менее, подбежать на последний ход и попкой типа задискорить точку тоже как-то некрасиво. Если они сделают подвиг, значит сделают. Не сделают? Ну, извините. И, наконец, мы решили там точку держать лейлисты. Здесь хаоситы. Была точка непонятная. Здесь ребята подошли, такие, ну, мы типа дискорим. Вот. Решили делать sudden death. Пошли те в charge. На овервотче умерли. Опа! И точка хаосу отдалась. И снова лейлистов постигла неудача. Недооценили они угрозу на правом фланге. Недооценили они угрозу нобов, которой очень много кого выпилили. И в результате заскорили центральную точку, которая была защищена со всех сторон стенами. В результате тяжелым транспортникам высаживаться просто некуда. И сейчас подходит более тяжелая волна хаоситов. И лейлистам просто придется драпать. Вот так вот закончился второй этап компании штурм темной твердыни. Что-то как-то у лейлистов штурм этот не задался. Второй уже провал. Слишком силен хаос на этой планете. Оставайтесь с нами и вы увидите, чем закончится эта кампания. Продолжение следует...